Прежде всего, где бы вы не услышали джаз, его гораздо проще узнать, нежели описать словами. Но главной составляющей этой музыки является, конечно же, европейская гармония, евроафриканская мелодия и африканский ритм. Эти слова, ставшие определением, что уже такое джаз, принадлежат Маршалу Стернсу, опубликовавшему свою книгу, хрестоматийную книгу «История джаза» в 1956 году. А мы с вами научимся узнавать и распознавать эпохи джаза. С вами программа «Полночный джаз». Бенни Гудман говорил, свинг – это ощущение ускорения темпа, хотя вы продолжаете играть в том же самом темпе. А Глен Миллер добавил, свинг нужно чувствовать, это ощущение, которое может быть передано другим. Но лучше всего, мне кажется, выразился великий Луи Армстронг, сказав «Свинг – это то, чем в моем понимании является настоящий ритм». Эра свинга подарила миру огромное количество величайших музыкантов. И сегодня мы с вами будем говорить о великих пианистах той эпохи. Подробнее наш эксперт. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Аплодисменты. У джазовых пианистов, живших в эпоху свинга, несомненно, огромное влияние оказывало искусство развивающихся биг-бендов. Игра этих пианистов приобретала более оркестровые качества. И о самых замечательных фигурах этого времени сегодняшний наш рассказ. Артур Тейтум, больше известный под сокращенным именем Арт Тейтум, был одним из самых выдающихся джазовых пианистов не только той эпохи, но и, пожалуй, всех времен. Он родился слепым. После нескольких операций врачам удалось восстановить зрение одного глаза так, что он мог различать контуры предметов. Будучи вундеркиндом с абсолютно музыкальным слухом, главным образом Арт Тейтум учился играть на фортепиано, прослушивая пластинки или слушая радио. Тем не менее, Арт Тейтума с полным правом можно назвать виртуозом джаза-фортепиано благодаря его неимоверной технике и неиссякаемой энергии. Его стиль — это, пожалуй, собрание всех достижений пианистов того времени. Одно из главных качеств его игры — это, конечно же, непредсказуемость. В его игре были всевозможные мелодические украшения внезапного, неожиданного изменения аккордов пьес. И этот прием он использовал часто в популярных пьесах, достаточно банальных. В современном джазе этот прием получил название «замены аккордов». Арт Тейтум с легкостью мог совершить несколько модуляций в пределах одной фразы и с такой же легкостью сделать разрешение. По уровню гармонического мышления Арт Тейтум, несомненно, был впереди всех своих предшественников. Пианисты, жившие одно время с ним, буквально трепетали перед ним. Если бы случалось, что в одной комнате собиралось несколько джазовых пианистов и был инструмент, то Арт Тейтум взял себе за правило никогда не садиться за инструмент до той поры, пока последний пианист не отыграет. Дело в том, что после него ни один пианист уже не рисковал садиться за фортепиано. В его игре была неимоверная ритмическая изобретательность. Он часто мог изменить ритм прямо посредине своего соло и часто набрушивал на слушателей буквально потоки быстрых пассажей. И пассажи часто были нечетными. Его фразы, записанные на грамм-пластинку, неизменно разучивались всеми пианистами, да и не только пианистами. Влияние Арт Тейтум на развитие джазовой музыки поистине огромное. И его признавали, как я уже сказал, музыканты, играющие на других инструментах. В частности, один из основателей стилей бибок, замечательный сексофонист Чарли Паркер говорил, хотел бы я играть так, как правая рука Арта Тейтума. Его гениальность признавали представители академической музыки. И очень часто такие люди, как Сергей Рахманинов и Владимир Горец, приходили на концерт послушать замечательного джазового пианиста Арта Тейтума. А наш следующий герой дружил с Арт Тейтумом, и, пользуясь этой дружбой, он часто просил Арта сыграть тот или иной заковыристый пассаж помедленнее, так, чтобы можно было услышать все ноты и увидеть аппликатуру. Имя этого пианиста – Теодор Шоу Уилсон, ну или, как его сокращенно, называли Тедди Уилсон. Заслуга Тедди Уилсона в том, что он значительно облегчил звучание джаза в фортепиано. Он убрал некоторые тяжеловесные места, которые использовали пианисты раннего джаза. Эти тяжеловесные места он заменил более быстрой и гладкой игрой. Его игру можно поистине характеризовать словом «элегантность». Слушателей всегда восхищала та ровность и идеальность фраз, которая сохранялась даже в самых быстрых пассажах. Конечно же, надо упомянуть имя Теодор Шоу Уилсон в связи с тем, что он был одним из первых чернокожих музыкантов, который не побоялся выступить публично в смешанном расовом составе. Дело в том, что первую половину прошлого века Америка с трудом избавлялась от тяжелого наследия рабовладельческого строя, от сегрегации, разделения людей по расам. Эта сегрегация существовала не только на бытовом уровне, но и на концертных сценах. Существовали замечательные оркестры, состоящие из чернокожих музыкантов. Были не менее хорошие оркестры-ансамбли, состоящие исключительно из белых музыкантов. Эти музыканты в неформальной обстановке, несомненно, встречались и в условиях ночных джемсешнов, безусловно, играли вместе. Но выступить публично на сцене это было под запретом. Замечательный руководитель оркестра, одного из самых популярных оркестров того времени, кларнетист Бенни Гудман, осмелился пригласить в свое трио чернокожего пианиста Тедди Вилсона и совместно с барабанщиком Джином Круппа выступить именно публично. В дальнейшем в этот трио был добавлен еще один музыкант, тоже чернокожий, замечательный гиброфонист Лайонел Хэмптон. КОНЕЦ КОНЕЦ Имя следующего нашего героя, несомненно, известно более широкому кругу любителей музыки, благодаря тому, что он был известен как певец. Нтаниэл Коулс или сценическое имя Нэткин Коул. Хотя на заре своей карьеры Нэткин Коул был известен больше как джазовый пианист, причем достаточно прогрессивный пианист, который привнес в джазовую игру много находок, которыми пользуются музыканты до сих пор. При одном только слове «джаз» первая ассоциация, возникающая у большинства, это саксофон. Причудливый, зогнутый, ярко-золотой, издающий ласкающий бархатный звук. В Казахстане есть человек, который в совершенстве владеет этим инструментом и обладает яркой индивидуальной манерой игры. Эдуард Сашаев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В третьем классе в школе сидел на уроке и вдруг услышал звуки духового оркестра. А это оказалось, что пришел к нам в школу руководитель духового оркестра и начал собирать ребят там, в общем, внизу в актовом зале. Ну и первое ощущение, это вот я кое-как досидел до перемены, в общем, весь как на иголках, и сразу, как прозвенел звонок, сразу пулей туда. Ну вот, собственно говоря, все тогда и началось. Это был школьный духовой оркестр. Вот, сначала я играл на духовом теноре, вот, потом через какое-то время наш руководитель купил в школу два кларнета. В общем, один инструмент достался моему товарищу, другой мне. Ну и с тех пор потихонечку началось. Вопреки всем шестидесятникам, музыкальное образование Эдуард получил не в обычной музыкальной школе. Он был воспитанником 12-го оркестра штаба САВО, настоящего оркестра, чья стихия по сей день сопровождает плодотворную творческую жизнь замечательного саксофониста. Следующим оркестром, принявшим в свои ряды юного музыканта, стал оркестр радио и телевидения под управлением Александра Гурьянова. Здесь базировался как раз эстрадно-симфонический оркестр казахского телевидения и радио. Было мне 20 лет, я пришел сюда работать как саксофонист и кларметист. Дирижером был в то время Александр Владимирович Гурьянов, прекрасный, блестящий музыкант, аранжировщик. И очень много он мне дал как музыканта в то время. И не только он, в то время вообще вся элита казахстанской музыки, вот именно этих жанров, ну таких как эстрада, да, мы всегда говорили в те времена, эстрада, джаз, вот. Тахир Ибрагимов, Виктор Николаев, саксофонист, Виктор Ким, вот. Такие прекрасные музыканты, как Марат Ищанов был, бас-гитарист, Владимир Люберцев, ну то есть я попал в очень хорошее окружение и был очень этому рад. И с этого периода вот началось такое становление, то есть я хочу сказать, что начал уже более сильнее тяготеть вот к джазу, именно к этой музыке, с творчеством Калтрейна ознакомился именно здесь, потому что Александр Владимирович Курьянов меня сразу загрузил писанными слова Калтрейна, очень сложными. Вот. И говорит, давай, сынок, учись вот на этом, учатся музыканты вот на этой музыке. С моей точки зрения, что особенно для меня в нём ценно, это то, что он великолепнейший блюзовый музыкант. А в джазе блюз – это краеугольный камень этого здания. Поэтому, когда Эдик играет блюзовые мелодии, я посещаюсь. И звук тот, и манера игры та, и импровизация та, и знание гармонии. Надо сказать, что наши духовики в те годы хромали вообще-то в отношении гармонии. Ну, почему так, видимо, связано с тем, что он сам инструмент моно, то есть одноголосный, поэтому можно, у него этого нет. Он достиг знания гармонии практически. Любую гармонию он сыграет так, как надо. Вот это и есть Эдик в США. Прекрасный души человек, обалденный музыкант. Мой любимый шоксопонист, кстати, в этом городе. Потому что с ним легко, с ним быстро. Наверное, из-за того, что мы играли часто. Видно же, как человек играет, он быстро играет. В смысле, быстро соображает. В этом отношении Эдуард Нургазич – большой мастер. Эдуард Нургазич – большой мастер. Восемьдесят седьмой год – это для меня был такой знаковый. Почему? Потому что в этом году Тахир Ибрагимов пригласил меня в свой ансамбль, в котором я давно очень мечтал играть. Я считаю, что мне очень повезло по тем временам попасть в состав Тахира Ибрагимова. Это вообще потолок был по тем временам. В смысле, именно в этой музыке. Тот период с 1987 по 1997 год – это были, я считаю, золотые годы джаза. В смысле, ну, тогда еще советского пускай, да, но дело в том, что мы объездили к очень много городов, союза, и участвовали в таких крупных фестивалях, как Таллиннский фестиваль «Туденги джаз» он назывался. Это вообще он считается международным фестивалем. И многие другие города – Киев, Киев, Новосибирск, Абакан и близлежащие страны, там, Бишкет, там, Ташкент. И многие, много городов в Казахстане охватили. То есть была очень интересная такая жизнь. И сам по себе ансамбль «Бумеранг» был самобытным таким составом, который играл в основном, в общем-то, в свою музыку. Саршаев, Саршаев – это их двое, которые у нас такие яркие музыканты международного класса. Отличный музыкант, мы давно знакомы. Очень отзывчивый, веселый, юморист. Прекрасный человек, тоже приходилось с ним работать. Талантливый музыкант, трудяга. Начинал он, в принципе, на моих глазах всем этим заниматься. Дай Бог ему здоровья. Он любит это очень дело и будет. Пока ходит, он так и будет отдавать себя инструментам. Это же здорово. Ищущий музыкант, трудолюбивый. И он достиг того, кем он сейчас является. Я считаю, на сегодняшний день лучший тенор-салфонист. Не только в нашей стране, но и в рамках союза он очень-очень высоко стоит. Субтитры подогнал «Симон»! После железного занавеса, я скажу, мне очень тоже повезло. Потому что Тагир Михайлович Зарипов создал детский биг-бенд еще при музыкальной школе, номер 7, не помню сейчас. И пригласил нас в качестве преподавателей. И, в общем, получился такой оркестр ученики с преподавателями. То есть первый голос, допустим, первая труба Валерия Бана. Я играл на саксофоне. Бас-гитарист Валерий Насибулин, Витя Хоменков на рояле. И вот таким составом мы попали в Нью-Йорк на джазовую конференцию. Причем нам очень-очень повезло, потому что это была юбилейная 25-я конференция, в которой принимали такие звезды, принимали участие такие звезды, ну, мирового масштаба. Это, например, как Биг Бенд Карнеги Холл, Маркус Миллер, Джошуа Редман, Биг Бенд Тед Джонс, Мэн Луис, в общем, Бог Минцер, Биг Бенд. В общем, сейчас, дай бог памяти, ну, просто это был настоящий праздник джаза. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эдуард Саршаев, экстраординарный музыкант, носитель школы Джона Калтрейна и Чарли Паркера, воспитавший целую плеяду молодых талантливых музыкантов, участник легендарной группы Бумеранг на протяжении 10 лет, вместе с этой группой исколесивший огромное количество джазовых фестивалей. Сейчас он выступает как в составе эстрадно-симфонического оркестра Акимата города Алматы, так и в неординарных составах, таких как Брассен Драмс, Ксо Групп, Джаз Хаус, ансамбль Владимира Назарова и многих-многих других. А сейчас мы вас приглашаем в студию «Казахстан Рекордс», где на протяжении целого полугода наша программа снимала лучших казахстанских джазовых музыкантов. Отрывки из их исполнений вы и увидите. Только живое исполнение. «Казахстан Рекордс» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok